Братья и сестры, всех приветствую! Хотелось бы прочитать место, которое записано. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 1 текст. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 1 текст. 2 текст. На нашей практике или на нашей жизни мы видели такие случаи, находясь в церкви, что кто-то отступал от веры. Это по-разному может выражаться. Это может выразиться, что человек перестал верить в Бога, верил в Бога. Прошло время и перестал верить в Бога. Может быть, разочаровался, может быть, охладел, ушел в церкви. Или другая, может быть, отступил от веры. Он может ходить в собрания, и периодически ходить в собрания постоянно, но веры в нем нет. Он ходит, потому что привык ходить в собрания, может быть, он другого не знает. А в Бога вера в нем, она с каждым днем, наверное, все слабее и слабее. Братья и сестры, знаете, я себе задаю вопрос. Во-первых, как жить так, чтобы сохранить веру до конца жизни? Практика есть разная. Не только рядовой член церкви может охладеть. Есть практика, где и служителя бывают, охладевают. И как-то, знаете, по-разному бывает. И я вот сам себя, знаете, в переживаниях думаю, как мне жить так, чтобы мне не ослабеть вере. Чтобы вот со мной не случилось так, чтобы я в своей жизни, знаете, потерпел это кораблекрушение вере. То есть есть те причины, которые они ведут к упадку веры. То есть что-то происходит с людьми, когда человек вот как-то живет, что-то делает, может быть, не придает значения на сегодняшний день этому. Ну, а это его со временем приводит к тому, что он теряет веру. Братья и сестры, я хотел бы сегодня на один момент обратить внимание, знаете, ну, как штришочек такой, как бы, ну, выделить, на что бы я, ну, хотелось бы обратить ваше внимание и свое внимание. Я бы хотел прочитать одну, ну, про одну личность, которая записана в Ветхом Завете. Это период, когда над народом израильским царствовали цари. И вы знаете, помните, как вот, когда царь, ну, когда вот глава начинается, да, повествование о том, что царь вступает на царствование, написано там, ну, такой-то, такой-то. Ну, что вот о нем дальше говорится? Там перечисляется имя его, там, да, там сын бывает такой-то. А вот дальше что говорится всегда? Да, делал угодное перед Богом и делал перед Богом неугодное. Ну, мы понимаем, да, что человек, который делал перед Богом неугодное, ну, это безбожники, они там идолам кланятся, там, жертвоприношения у них детей своих, там, приносят жертву и так далее, и так далее. Я смотрю, мы все, как бы, читаем Библию, мы знаем, да, вот, цари неугодны Богу. Вторая характеристика – царь угодный Богу. Это что такое? Когда царь угодный вступает на царство свое, да, он производит определенные реформы, тем более, если до него был царь нечестивый, он убирает все эти, там, дерева посаженные, рушит все эти жертвенники, возобновляет служение в хрожьем, там, левиты, там, на место становятся, ну, начинается жизнь, полноценная жизнь такая, по восстановлению, по поклонению Богу. Братья сестры, я еще хотел прочитать еще одну характеристику, третья есть характеристика такая, знаете, она как похожа, но вот мне кажется, она, ну, хотел обратить наше внимание на вот такую характеристику, она очень такая. «25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иагадань из Иерусалима, и делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». Братья сестры, третья характеристика, на которую у меня обратилось внимание, хорошая характеристика, скажите или нет, «делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». Знаете, считая характеристику этого человека, ну, так я всегда читаю, да, не первый раз, и, ну, как бы, вроде ничего, да, но вот если бы не было вот этого «но» не от полного сердца, я думаю, было бы все хорошо, но вот это «но» не от полного сердца, братья сестры, оно играет, бывает, в жизни человека, тоже такую, знаете, ну, тоже свою роль, свою роль. Вот в жизни Амасии в этой главе описывается, знаете, так кратенько, что когда он воцарился, да, и утвердилось царство за ним, он не стал, написано, убивать тех, кто убил отца его, написано, начал царствовать, посчитал у людей, сколько у него в царстве было людей воинственных, написано, 300 тысяч человек было воинов у него. Он посылает еще к царю израильскому, берет еще, платит деньги определенные, берет 100 тысяч человек еще, и собирается идти на Идумиян войною. Пророк приходит к нему, говорит, Амасия, Господь с тобой, не надо идти, не надо этих израильтян брать с собой, потому что на Ефреме, Ефрем живет жизнью неугодной, ну, нечестивой, победы не будет, иди, отправь их домой, я дам тебе, ну, успех в этом сражении. Он говорит, а деньги, которые я заплатил, ну, большую сумму денег, что с ними? Он говорит, Господь сильен тебе все послать, не переживай. И он отправляет этих людей, хотя они были не очень, конечно, расстроены, что их отправили обратно. Но идет, идет, и Бог дает Амасии великую такую победу, Он побеждает, побеждает врагов своих. Написано 14 стих, что Амасия, пришедший после поражения Идумиян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся, и пред ними ходил. Вот такая вот, братья и сестры, характеристика об этом царе. Чуть-чуть дальше идет повествование, Амасия немножко после этого сражения возгордился и говорит царю Израильскому, давай встретимся, лично поговорим. Царь Израильский говорит, не стоит, не стоит этого делать. Он говорит, да давай. И он там ему притчу говорит, помните, там, кедр на Ливане, там, терновник послал кедр на Ливане, отдай мою дочку там все. Ну, и так далее, и так далее. То есть, давайте понять, ну, не надо, не стоит. То есть, мериться силами. Ну, Амасия настаивает, и царь Израильский выходит, и поражает Амасию, и он умирает. Казалось бы, братья и сестры, ну, такая, знаете, вот небольшая характеристика этого царя, да, казалось бы, встал на царство, да, делал угодное перед Богом, но не от всего сердца. И вот как-то у него события в жизни его разворачиваются, да, идет войной, вроде Господь с ним, вроде все хорошо. Но, вот это но, но, оно дает ему то, что он берет богов, других богов у народа, ставит их у себя и начинает, начинает поклоняться им. Знаете, если смотреть Амасию, рассматривать как личность, вообще как царя, я думаю, братья и сестры, что он, вот внешне на него посмотреть, да, вот так вот, если на него, как характеристику дать любому из нас, да, он внешне, ну, как бы, поступал согласно с религией того времени, с религией Израиля. То есть, делал, он ее понимал, жил так, как было написано в законе. Но у него, знаете, чего не было? Это не видно, братья и сестры. Видно, вот есть, знаете, наружная часть, да, когда человек поступает, вот мы ходим в собрание, можем даже что-то здесь говорить, там, еще что-то. А вот внутренне всегда, не всегда видно в человеке. Но вот внутренних побуждений делать это у него не было. Почему написано, нет всего сердца? Нет всего сердца. Он исполнял какие-то внешне религиозные обряды, но не вкладывал в них души, не имел вот этой связи с живым Богом. То есть, у него не было вот этой связи. Он что-то делал по привычке, что-то делал так, как надо было. Он понимал, как это делать. Когда надо было прийти, когда уйти, когда встать, что сказать, он все это понимал. Но души у него не было. Поэтому, братья и сестры, вот это последствие привело к тому, к чему? То, что он отступил от Бога. То есть, настал момент, когда, повторюсь, он идолов привез к себе, и вот эта гордость у него произошла, и со временем он погиб. Он погиб. Знаете, во времена апостола Павла, Тимофея и в наше время, ну, тоже есть те люди, да, кто отступает от Бога. И Павел пишет Тимофею, повторюсь, что настанут времена, да, последние, когда люди будут отступать от Бога. Знаете, можно встретить и в наших кругах людей, которые, повторюсь, вот, да, посещают собрания, может быть, изрядно посещают собрания, что-то делают, где-то даже умом поступают, ну, умом понимают, да, что веру понимают, как-то внешность у них, как бы, соответствует Божьему откровению, но, знаете, не вкладывают в это свое сердце, свое сердце. Я бы хотел на вот это мысль обратить внимание, братья и сестры, что Богу надо служить от всего сердца, от всего сердца. Иисус Христос, будучи на земле, он сказал такие слова, да, Марка, 12 глава, 30 стих, давая заповедь, он так сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». То есть всем существом, которое у нас есть, братья и сестры, мы должны любить Бога. Евреям 3 глава, 12 текст, так записано, «Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». То есть процесс отступления от Бога живого, знаете, он не бывает как-то вот, знаете, случайно. То есть это какой-то процесс, братья и сестры. Этот процесс, он может длиться годами. И поэтому я хотел бы обратить наше внимание, почему я за это переживаю, потому что время, в котором мы живем, вот оно характеризуется, знаете, вот этим, вот такой отличительной чертой. Служили Богу, но не от всего сердца. Но не от всего сердца. Вроде да, мы служим Богу, казалось бы, все, да, но от всего ли сердца я служу Богу? Я хотел бы сегодня, чтобы мы могли каждый себя проверить, от всего ли сердца я служу Богу? От всего сердца служу ли я Богу? То есть отступник – это не тот человек, который никогда не знал истину, но тот, кто, познавший истину, тратился от нее. Этот человек даже может заниматься какой-то религиозной деятельностью, что-то делать, даже какое-то служение совершать. Но истинного познания о Боге у него нет. И со временем бывает, вроде был, да, человек, смотришь, его нету, и думаешь, почему? А потому что у него была какая-то оболочка, да, но не было вот этого стержня, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на внутренние побуждения, чтобы у нас были, служить Богу, служить всем, чем все, что у нас есть, чтобы это принадлежало Богу. Первое посланное Тимофея, 4 глава, то, что я прочитал, там в первом-втором стихе записана еще такая мысль. «Внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». То есть «внимая духом обольстителям». Братья и сестры, вот смотря на время, в котором мы живем, очень много у нас сейчас информации, да, как и плохой информации, в принципе, так хорошей. И, в принципе, очень большое количество сейчас проповедей в интернете. И смотришь, бывает, люди наслушаются чего-то или кого-то, да, и смотришь, и веру люди потеряли. Люди веру потеряли. Сейчас вообще очень такая, ну, распространенное явление, человек теряет веру. Вот послушает какого-то, ну, лжеучителя, и вот с ним говоришь, а, вы знаете, он, ну, бесполезно говорить. Вот смотришь, а вот он, его как заклинило, знаете, он раз вот это, как поймал клин, и все, ему говоришь, говоришь, как-то бесполезно. То есть, в человеке вера, вот, рушится вера. И сейчас вот время, в котором мы живем, оно опасно тем, что какие-то современные богословия, которые сейчас внедряются, знаете, оно, ну, под видом такого, знаете, вот как вот Павел говорит в 2-е послание калифтам, принимают вид ангелов, не, принимают вид апостолов, а сами лжеучителя, сами лжеучителя. То есть, под видом, знаете, такого вот, казалось бы, такого всего хорошего идет лжеучение. И со временем, если человек этим увлекается, у него пропадает вера, ему не хочется ходить в собрания, ему кажется, все здесь неправильно, вы неправильно верите, вы неправильно говорите, и так далее, и так далее. Знаете, кто вот уже немножко, ну, такой, вот повзрослей, да, мы вот к пище, к пище обычной, к пище относимся, ну, поаккуратнее, чем вот молодое поколение. Молодое поколение готово, там, эту газировку, ну, пить, ну, ведрами, ведрами, упаковками, да, кто постарше, ты уже понимаешь, ну, она не полезна, да, хочется, да, ну, как бы надо понемножку, понимаешь, что там камни в почках, ну, и так далее, и там подобное, как-то обережешься, да, немножко. Братья и сестры, я думаю, вот, слушая информацию духовную, даже проповеди, увлекаясь какими-то, вот, знаете, там бывают проповедниками, конечно, они очень красноречивые, они, конечно, красноречивые нас, нам иногда говорят, братья, ну, вы намного отстаёте. Ну, вот такие люди, которые так говорят, смотришь, почему-то он потом начинает отставать, и в собрании его нету, и вообще нету его, и, знаете, и можно много рассказывать, чего у него потом нету, хотя он сначала говорил, что вот они там, высокие слова, высокие мысли и так далее. Я к чему говорю, вот, ну, чтобы мы не всё слушали, мы могли, вот, как пищу, да, мы могли понимать, что-то вредно, а что-то невредно, то есть употреблять, что-то полезно, а что-то нам пойдёт во вред. Также вот в этом информационном потоке мы могли понимать, что вот это, оно может нам принести вред, оно может нам навредить, и как-то старались бы, ну, как-то беречь себя о том, чтобы вера в нас не терялась. Знаете, вот, есть примеры на, в Новом Завете, да, те, кто, ну, потерял веру, или, можно сказать, отошли от Господа, Господа от Иисуса Христа, это такие личности, как Иуда, как Демас. Вот они были со Христом, они ходили со Христом, но что-то, что-то вот случилось в их жизни, оно началось понемножечку, можно сказать, и потом привело к тому, что эти люди отступили от Бога, отступили от Бога. Повторю, что заповедь, в принципе, Нового и Нового, Ветхого Завета, она так гласит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением и всею крепостью твоею». Братья и сестры, мы каждый себе задали вопрос, какое место сегодня занимает Господь в моей жизни, вообще, в моем сердце. Знаете, Господь, Он не хочет, не хочет занимать место второе, третье или половинку нашего сердца. Он хочет занять все место, все место в нашем сердце. Я думаю, есть разница любить и быть влюбленным. Любить и быть влюбленным. Когда я люблю, когда я люблю, в принципе, когда я люблю свою жену, то все женщины, которые вокруг, которые вокруг, они не представляют для меня никакой цены. Почему? Паша, я люблю свою жену. Я ее люблю. А если человек влюбленный? Влюбленный, он может сегодня влюбиться в одну, завтра чуть время прошло, он в другую влюбился. И вот, братья и сестры, мы должны Господа любить всем сердцем. В этом году были в лагере в Абширонске, там поток старшей молодежи был. И, ну, там брат Якон приехал, ну, сейчас он благовестник уже, с Курганинска, ну, со своими, как бы, там, поварами, людьми. Ну, они там пока находились, четыре дня они обслуживали, весь наш поток. И, знаете, так вот выготавливали каждый день нам с утра до вечера, три раза в день, там, не помню, сколько мы, четыре ели. Вот у нас в ресторанах, бывает, свадьбу проходят, да, вот как там кормят. Мне кажется, они хуже. Они настолько выготавливали нам там, просто такое вообще, ну, вот что это такое, такое прямо вот радушие, так готовят. А он так сказал, дорогая молодежь, мы хотим, чтобы вы почувствовали, что мы вас любим. Мы хотим, что вы почувствовали, что мы вас любим. И, знаете, можно было этих слов не говорить, мы так чувствовали, что они нас любят. Это нельзя как бы не заметить. Я думаю, когда вот ты любишь, да, кого-то, это нельзя не заметить, братья и сестры. Это нельзя не заметить. А в отношении к Богу. Есть ли вот у меня любовь от всего сердца, братья и сестры? Почему я, еще раз повторюсь, вот я вот эту тему говорю, потому что я понимаю, если я буду сегодня любить Бога, но не от всего сердца, то это может привести меня к чему? К кораблекрушению. В Откровении 2 глава, помните ангелу Ефесской церкви, так сказаны такие слова, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий впереди твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить разратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы, и ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. То есть такое грозное предупреждение дается ангелу Ефесской церкви, что если ты не покайся, то я приду и сдвину светильник твой. Братья и сестры, и на практике моей уже небольшой, находясь в церкви, я уже видел, светильник сдвигается. Люди, которые, казалось бы, когда-то были ревностны, шли, потом потихонечку они угасали, угасали, любовь к Богу охладевала, человек где-то ослабевал духовно, где-то реже стал посещать собрания, и со временем смотришь, его нет среди нас. Он увлекся этим миром, что-то его захлестнуло. Я бы хотел, чтобы мы провели свои сердца, могли вспомнить дату начала, может быть, следования за Господом, проверить, насколько вот это развитие любви к Богу у меня происходит. Или оно, знаете, вот как в семейной жизни, я заметил, с каждым годом любовь, она возрастает, с каждым годом. Я думаю, наши взаимоотношения с Богом, они должны по такой же, ну, как бы, траектории проходить. То есть они должны только возрастать с каждым годом. Человек-христианин, находясь в церкви, духовно возрастая, с годами созревая и физически, и духовно, понимая, от какого, ну, болота избавил Господь, из какой трясины вытянул, смотря на все благословения, которые Бог посылает, любовь к Богу, она должна только возрастать. По-другому быть не может. Только должна возрастать. Наша благодарность, сердце, она должна с каждым годом, ну, в геометрической прогрессии увеличиваться. Знаете, я несколько моментов выписал, что значит любить Господа всем сердцем. Повиноваться Богу не потому, что должны, а потому, что мы хотим этого. Очень часто люди, как будто, знаете, их заставляют что-то делать, заставляют. Думаю, хорошо, когда мы можем это повиноваться, потому что мы хотим этого. То есть, вот, знаете, чтобы от нас внутри это исходило, повиновение Богу, любовь. Второе, когда я больше ничего не люблю так, как Бога, и люблю только то, что связано с Ним. Самое большее, что я люблю в жизни, это Бога и все, что связано с Ним. То есть, это церковь, это служение. То есть, все, что связано с Богом, вот это я люблю, братья и сестры. Этим я дорожу. Дорожу вами, дорожу братьями и сестрами, да, нашими собраниями, ну и так далее, и так далее. Следующий пунктик. Если мы любим Бога всем сердцем, то, когда это надо, мы готовы отказаться от всего, чтобы лучше служить Ему. Бог нас не призывает отказываться. Знаете, вот как монахи бывают, они уходят, ну, отказались от всего, уходят, ну, и живут как-то там, такой обособленной жизнью, скитальческой. Нас Бог к этому не призывает. Но бывают в жизни моменты, когда нам стоит от чего-то отказываться, чтобы лучше служить Богу. Например, бывает, время надо больше для служения Богу. Приходится урезать это, откуда урезать? С работы, от своих личных каких-то, ну, от себя, от каких-то, может быть, своих дел. То есть урезаешь и посвящаешь Богу. То есть в этом проявляется любовь к Богу, когда мы можем жертвовать Богу, когда это надо. Примеры такие, вот помните Авраам, да? Когда Бог его призвал, иди, иди в страну, которую ты не знаешь. Он оставил, оставил лучшее, что у него было, да? И пошел, куда не знает. Почему? Потому что так надо было, на тот момент так надо было в его жизни. То же самое Моисей. Он оставляет и идет. Что-то остается и идет. Знаете, следующий пунктик – это вот такой хороший пример. Жизнь Давида. Как Давид каялся. Давид тоже был такой известный человек, но в жизни его не было. Были моменты, когда он тоже согрешал. И согрешал очень так, знаете, было очень неприятным пятна в его жизни. Но он умел просить прощения. Почему он умел просить прощения или просил прощения? Потому что он любил. Когда человек любит, он просит прощения, братья и сестры. Да, у него, может быть, не все получается. У него, может быть, какие-то… Но он просит прощения, он кается, он плачет, он идет дальше. То есть, любящее сердце, оно готово каяться. В Новом Завете, после Вознесения Иисуса Христа, когда очень сильно пошло пробуждение в Первой Апостольской Церкви, написано, что крестились иудеи. То есть, в то время много иудеев крестилось. Братья и сестры, а что такое крестились иудеи? Представляете, вот на то время, ну ладно, там елены, ладно, язычники, а вот иудейство. Помните, родители слепорожденного, который исцелил Христос, они боялись там что-то сказать, написано, потому что боялись, что их отлучат от синагоги. То есть, в то время иудею принять христианство, это был такой шаг, действительно, такой героический. И написано, что они крестились. Стали верить в Иисуса Христа. Знаете, поменяли вот это мышление, поменяли образ жизни, не смотрели на непонимание окружающих людей, на агрессию, может быть, людей не окружающих. Я думаю, братья и сестры, тоже вот в жизни бывает, знаете, когда мы любим, нам, у нас не сильно волнуют окружающие моменты. Мы любим, мы делаем то, что мы любим, мы делаем для того, кого мы любим. И что скажут другие, нас не всегда волнует, когда ты любишь. А когда ты не любишь, начинаешь, ну, обращать внимание, а что подумают на работе, а что подумают там, а как вот это будет, как вот это будет. Я хотел бы, чтобы мы могли, братья и сестры, ну, чтобы наше вот это мышление, оно могло меняться, чтобы мы не смотрели на окружающих. Следующий момент – это страдать физически. Вот как апостол Павел написано, что он готов был и умереть за Иисуса Христа. То есть смерть, она его не страшила. Следующий момент – это готовы служить людям, не ища своего или своей выгоды. Могли служить людям, не ища своего или своей какой-то выгоды. Знаете, сейчас люди, вот мы живем в такое время, когда, ну, все очень многое построено на интересе. То есть если будет интересно, я поеду. Если будет там неинтересно, не поеду. А с кем поеду? А как поеду? Ну, вот эти все факторы, мы очень сейчас на них обращаем внимание. И очень часто мы, ну, если мне выгодно послужить человеку, ну, я буду служить. То есть чтобы оно не было в ущерб себе, знаете, себе. Вот до тех пор, пока это не в ущерб мне, ну, я еще могу делать добрые дела, что-то. А когда он начинает уже меня ущемлять, чтобы, знаете, от себя оторвать, от себя, чтобы себе что-то там не купить, а дать другому, здесь уже начинается как бы немножко торговля. Знаете, вот любить Христа, любить Бога, вообще Бог призывает любить ближнего. Любовь к Богу мы можем как проявить? Только любовью к ближнему. Потому что Бог, Он не нуждается в нашей, как вот Богу. Что мы можем Богу дать? Да ничего, Он самодостаточный, у Него все есть. А вот любовь к Богу, проявить любовь к ближнему, вот в этом проявляется любовь к Богу, братья и сестры. Я бы хотел, чтобы мы вот себя проверили, люблю ли я Бога, а в скобках написать, люблю ли я ближнего от всего сердца, всею там крепостью, да, всею душою, всем сердцем, всем своим разумением, видя ближнего своего в нужде, там, стараюсь ли я ему помочь от всего сердца, делаю ли я все, что могу для Него, или я, знаете, выбираю, там, вот этот мне выгодно, там, брату Юре помочь, а брату, там, такому невыгодно помочь. То есть мы начинаем уже вот в своем сердце вот эту торговлю. Следующий момент, это готовы отдать что-то свое, ну, похоже, да, с предыдущим пунктом, как это сделал Захей или бедная вдова. Помните, бедная вдова написана, она отдала две лепты. Написано, это было все ее дневное пропитание. Братья и сестры, скажите, она могла, ну, вот смотря на всю религиозную деятельность того времени, ну, подумать, ну, смотря на, вот, там, священников того времени, первосвященников, там, у них же там торговля была, там все вот это, знаете, они с этого же там зарабатывали, какое-то там движение, все это коммерция. И, ну, она подумает, ну, у них там, гляньте, сколько у них там, у них все есть, они там, столько у них там жертвоприношений этих, им и так хватит. А мое две вот эти лепты, которые у меня есть, последние, отдать, мне же есть нечего будет. Вот если бы она так рассуждала, мне кажется, она не положила. Ну, вот она, любя Господа, она понимала, что она не ложит не для этих первосвященников, там, что-то, она ложила для Господа. Она ложила для Господа и ложила последнее, что имела. Я думаю, братья и сестры, вот это проявление любви к Богу, когда мы можем отдавать для Бога, может быть, даже последнее, но отдать для Бога, а не, знаете, в своем сознании как-то выстраивать там какие-то мысли. Захея, то же самое, братья и сестры, когда он познал Существа Христа, вот эта любовь, она проявилась в том, что он говорит, кого чем обидел, воздам четверо, половину менее продам, раздам нищим. То есть для него не стоял вот этот вопрос, да, он готов был, готов был делиться с людьми, потому что, почему? Любовь, любовь к Богу, она побуждала его, побуждала чистого сердца действовать таким путем. Последний пункт, братья и сестры, любить, делать и не ждать чего-то взамен. Делать что-то, но не ждать, что что-то придет взамен тебе. Евреям 11 глава, так сказано о героях веры, что они не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о них нечто лучшее, нечто лучшее. Братья и сестры, некоторые люди разочаровываются, уходят в церкви, они ожидают, что что-то должно прийти обратно, что-то Бог должен дать. Но Библия учит другого, Библия учит тому, чтобы мы давали. Давали и не ждали что-то взамен. Давали ради Христа, давали ради Бога и за любви к Богу. И написано, Бог предусмотрел о них нечто лучшее. Я думаю, для таких людей намного лучше будет там, на небе, нет, чтобы они здесь что-то получили. Там намного Бог лучше для них приготовил. Такое место, где-то заметочку я выписал, так сказано, «Не всякий дар приятен Богу, но только от того, кто приносит его от чистого сердца». Повторю, не всякий дар приятен Богу, но только от того, кто приносит его от чистого сердца. По-другому можно сказать, тот приносит его от чистого, от полного сердца. Второй параллельпоминон, еще такое место, есть 16 глава, 9 текст. «Отчи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Братья и сестры, вот это слово «вполне предано». Не наполовину, не наполовину, а вполне предано. Я хотел бы, чтобы мы, братья и сестры, могли проверить свои сердца, вполне ли я предан Господу. Какую обо мне характеристику сегодня может дать Господь, смотря на меня? Нет, Он не даст характеристику и делал Он неугодное перед Богом. Таких людей нету среди нас, я в этом уверен. Но вот эти две характеристики, делал ли Он угодное перед Богом или делал ли Он угодное перед Богом, но не от полного сердца? Вот это не от полного сердца, братья и сестры, оно может нас привести к тому, что мы со временем можем потерять веру, отступить от Бога, перестать ходить в церковь. Знаете, есть такая серия проповедей, там одного человека, там, кажется, Тристула называется. Знаете, там он такой параллель приводит, что люди, которые... Дедушка в поколении, то есть три поколения рассматривается, что дедушка, он верил Богу от полного сердца, от полного сердца, угождал Богу. Его дети верили Богу от полного сердца, угождали Богу, как написано. Делали угодное Богу, но не от полного сердца. А вот третье поколение, получается, внуки уже написано, делали неугодное перед Богом. То есть, почему это еще важно, братья и сестры, мы воспитываем своих детей. Так как мы служим Богу, наши дети будут, вот смотря на это, следующее поколение, оно будет или усиляться в служении Богу, несмотря на нас сегодня, или будет, наоборот, скатываться, скатываться. Потом за наше следующее поколение, как, 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 не дай Бог, скажут. И делали они неугодное перед Богом. Да бласовит нас Господь, братья, сегодня проверить свои сердца. Проверить свои сердца, если где-то кому-то надо покаяться, покаяться, попросить Господу прощения. Вспомнить, откуда ты не спал, покаяться, чтобы Господь, не придя, не сдвинул светильник, чтобы нам всем достигнуть вечности, чтобы не увлечься вот этими обольщениями, которых сейчас очень много наполняет просто христианский религиозный мир, все эти лжеучения, после которых люди просто теряют веру, просто уходят в церкви и терпят, как были крушения веры. Да бласовит нас Господь, братья и сестры, любить Господа, Бога нашего, всем сердцем нашим, всею душою, всем разумением и всею крепостью. Да бласовит нас в этом Господь, помолимся. Аминь.